Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Шайлок Хольмс, Краймс и Панишмэнс. Преступление и наказание, собственно в прошлой серии мы закончили так сказать дело, я просто не подвел все под свое логическое так сказать завершение, но сейчас мы этим займемся. Я даже не поленился, собственно, найти ту самую часть Шайлока Холмса и узнать кто был убийцей в этой ситуации, но на самом деле в прошлой серии я установил... Сейчас, сейчас, сейчас... Вот как-то вот так вот было, да, вот Кесет доказывал визит, но надо выставлять вот так вот, собственно, что Кесет доказывает вину. На самом деле там в книжке, ну в игре этого не объясняется, но в книжке было все гораздо удачней, что ли. Собственно, Кейн, Кернс пришел к нашему капитану Керри и решил его, встретил его после долгих лет и решил его шантажировать. Тот воспринял это в штыки, собственно, напал на Кейнса с ножом. Потом Кейнс использовал, так сказать, свои навыки и, защищаясь, пригвоздил пидораса к стене. Но, как вы знаете, убийцу убили, ничего такого прям страшного не случилось. Обвинить Кейнса. Да. На следующий день. Ай. Если вы не понимаете, Кейнс, вы можете объяснить, Кейнс, вы можете объяснить мне? Как я сообщил вам, на дороге здесь, Патрик Кейнс является убийцем Блэк Петер. Почему, bring меня сюда? Не было бы лучше, если мы были искать его? Это будет существенно, как он будет с нами в порядке 12 секунд. О, ну, если это ваша идея, то есть... Нет, я просто услышал в двойной двойной двойной. Попробуйтесь. Годей, gentlemen. У меня молодец дали мне мне наносить, который был Кейнс Ахаб. Я в правильной адрес. Он здесь? Да, это правильная адрес. Но в том числе вашего Кейнса, могу я представить вам, Кейнс, Петер Лестрааде, СКОТЛАНДЕЙАД. Это значит? Это означает, мой друг, что вы вынуждены за убийство Блэк Петера. Что? Что? Что-то? Вы думаете, что вы можете взять меня? Вот сейчас. Мы ничего не будем. И я говорю, что мы будем. Не! На, получи! Оп! Сложился. Бывает жизнь и огорчение. Но Шерлок тоже не пальцем деланный. Боксер тоже. О, мой журналист. О, мой журналист. Он уникал меня за сюрприз, мистер Омс. Отрой, вы бы увидели что я могу. О, мой журналист. О, вы его сделали? Вы его сделали? Это было очень легко. Он потерялся в балансе после выстрела. И вы практичете боксин, я знаю. Вы должны его уйти. О, феллое, он был украл. Ну да. Ну да. Дело закрыто. Собственно, мы были правы в том, что выбрали Кернса. Ну, по книжке это так. А тут это ничем не объясняется. Собственно, Питер Керри был убит Патриком Кернсом. Профессиональным гарпунщиком. Единственный, кто был способен совершить такой точный бросок. Его табачный кисет обнаружили в хижине Керри. Он хладнокровный убийца. Вы решили отдать его под суд. На самом деле, можно было бы выбрать другую версию. Но, тем не менее, он убийца. И я принял именно такое решение. Принять. Да. Ну вот, 78%. Что ж, начинаем следующее дело. Продолжение следует... 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 ожидайте поезда какого поезда неделю спустя интересное такое слово услышал дайаболикал нечто дьявольское прикольно что же какого поезда мы должны ожидать what a gloomy night it was warmer inside the waiting call since the station master told us that the train is about to arrive we should not have to wait very much longer yes at last attention the train is arriving at the station please stand well away from the platform edge I'll take your bags and your blasted archive suitcase but Holmes the headlight it's faded away something is wrong I can't hear any sound from the incoming train excuse me sir can you explain what has happened I don't know it's as if the train vanished into thin air Holmes say something quick fetch a lantern and let us take a look а растворился воздухе спукелит алщик only fog and rails nothing else there is no use in stumbling around here at night we will come back tomorrow ну лады следующим утром очень рано аж на зевоту пробивает скрыть тайну исчезнувшего поезда ок well here we are again at the evesham station we have a full day ahead let us begin our investigation как там это делается я не помню уже это у нас переключение зрения тут ничего нет карта маршрут this map will be useful так мы ее заберем так больше нас тут ничего не интересует Watson какие это что это весы какие классные весы я думаю нам стоит пройтись по путям вершин ну ладно ну атмосферка такая чувствуется знаете нет он поезд ехал 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 И пропал. Прямо напротив столба. Ну, я юзать почему-то ничего не могу. Почему? Я ведь хочу. А, точно. Пустая бутылка. Вообще ничего особенного. Прямо... Пусть... Прямо... 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 этот мистерий выглядит очень проживающим. который на нас двоих вышел и распинался что поезд прибывает но пойдем с ним пообщаемся как раз таки а это что касса я так понял да письменный стол telegram a new telegram i think we should meet this mr robinson а что там написано сообщите всем станция мистер робинсон находится на станции бриды бридлингтон что сообщите всем станциям мистер робинсон находится на станции бридлингтон маршрут нотингем лондон тип состав локомотив вагон для перевозки угля вагон первого класса почтовый специальный заказом мистером робинсоном вагон второго класса то есть это все что было тут написано я подозреваю да телеграф то есть а вот мусорка тебя никоим образом не привлекает до холмси а телеграф спасибо че сразу видно детектив как он четко определил что телеграф это телеграф круто давай с тобой пообщаемся парень а и и и и и master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Давай рассмотрим его. Так, на шо тут можно посмотреть-то? Кебочка. А, нет, седые волосы. Значок смотрителя. Грязь. Кольцо. Ок, давай пообщаемся. Инфа о поезде есть. Я уже нашел его. Специальный вагон. Скоро. 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 Пассажиры. Скоро. 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 уг Buy留. Многое. Скоро. Как раз таки об этой станции, Бридлинтон. Вот здесь у нас что? Так, мы можем почитать про него. Ему лет 60, долгое время был женат. Свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе. Выражает всем своим видом желание тихой и стабильной жизни. Интересное умозаключение. Из незначительных деталей, как всегда. Шелак Холмс. Я еще долго буду пытаться повторить этот акцент британский. Шелак Холмс. Так, ладно, погнали. Мы здесь, нам надо туда. Поехали. Ну, прибыли, наверное. Ватсон, не мешайся. О, пассажир поезда. Разгневанный пассажир. Привет, привет. Продолжение следует... Продолжение следует... Не хочет со мной разговаривать? Да, мудилка? Ну, ладно. Дорогая одежда. Шоузы. Кожа крокодила. Печатка. Мистер Робинсон. Специальный вагон. Я думаю, это вы, кто поставил его вагон для специального вагона. Да. Это было для транспортного проникации моего проникации в Лондон. Мой проникации это превосходительное устройство. Он способен производить электричество. Я был бизнесмен и инженер. Я уже находила несколько возможностей уникальной разработки, но я очень оптимистичен о том, что вы путешествовали на трейд-трейн. Так, выехали вчера в поезде? Его либо вымонили, либо дальше было задумано Идиот! Вы платите за это, я тебя собираюсь! Там у него же был специальный частный поезд, ну хер с ним, ценность прототипа Ммм, эта революционная машина у вас, была она очень важна? Боже мой, сэр, она не ценна! Она может менять в мире, в котором мы живем. И так, я ее продал почти ничего. Я, видишь, я не знаю, если я никогда не смогу пройти эту дизастру Я не могу верить, что он исчезла с этим треном Расскажите о руководстве компании Вы говорили о руководстве компании. Какую компанию они имеют? Чилин Барказис Барказис Сейчас они потеряли, вместе с треном и моим прототипом Что вы знаете о компании Барказис? Это большая северная компания Они показали много интересов в моем прототипе И они казалось, что они достаточно богатые, чтобы заниматься бизнесом Готово, сэр Так, спросить у начальника станции Получал ли он Получил телеграмму о том, что поезд задерживается из-за проблем с пассажиром на станции? То есть у нас пока только одна улика Давай с тобой пообщаемся Разгневанный ты наш Это абсолютный скандал Это всегда то же самое с этими компаниями Поделки сотрудникам Кроме компании Ни раздавая не революции Сматривают на вождя революции Только не рыжий Посмотрим, давай на тебя Так, занимаемся пиксель-хантингом Рабочая одежда Пуговички обычные, деревянные Дешевый билет Женат Руки Грубая кожа Рабочий человек, судя по всему Что случилось? Пожалуйста, calm down, сэр Что есть ваша консерва? Консерва? Что есть моя консерва? Я вам скажу, что моя консерва Лучше ночью я был на трене, как обычно С моим коллегом, в ходе дома Потом вошел этот невероятный Тикет-инспектор Кто начал говорить, что наши Тикеты были неважными Он сделал нас уходить на трене И он был очень скучным Вы пассажир с исчезнувшего поезда, не так ли? Описание богачей Подозрительно, правда? Некая улика Так Директоров чилийской компании Барказис специально оставили в поезде Контролер высадил всех пассажиров из поезда Кроме чилийцев Да, это очень Подозрительно Ну, я думаю, это никак не связано Специальный вагон И никаких следов Я не думаю, что это связано Поэтому у нас есть первая улика Что ж Уатсон Отворяй калитку О! Что-то надо осмотреть Смотреть А че? Тут же ж ничего нет Не-не-не-не-не-не-не, смотри Листок бумаги Документ какой-то завалился Страховой полис Прототипа робится на приличную сумму 15 тысяч фунтов Один год Возможно продление Состоятельный человек Высоко ценится обществом На что указывает Дорогая одежда И золотое кольцо Австралийская шляпа Из туфли Из крокодиловой кожи Выдают в нем Иностранца Возможно Он в деловой поездке Хорошо Так, ну давай Смотритель станции Че скажешь Это ты ведь высаживал Пацанов, да? Здорово Здорово Может что-то меня натолкнет Чистая одежда Инструкция Прилежный Ну что ж, проблемы с пассажирами Угу. Что-нибудь необычное? Ну, во-первых... Я не могу сказать, что вы только вчера выполнили свои учебы. Я был на уровне моей класса. Я уверен, что вы хотите защитить себя от всех этих регуляций. Но я представляю правительство. Я представляю правительство. Я предлагаю вам совпадать с М. Холмсом. Возьмите вашу карьеру. А, это... Ну, я расскажу вам все. Во-первых, я исполнил тикет-инспектор, потому что это был он, кто спросил пассажеров, чтобы уходить тренинг. Это не было его права, чтобы это сделать. Это было очень скучно. И потом, позже, я получил самый популярный телеграмм от моего коллега в Честерфилд-стATION, на следующий остановке. Странное сообщение. Что говорили телеграмм? Ну, это была самая популярная вещь. Это было почти нескольким. Угу. 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 Бэйбэл был... Управился. Странная херня. То есть, не похоже, что, ну, телеграфом не может пользоваться обычный человек. То есть без определенных знаний В этом деле Поэтому Не, ну давайте тут еще пошатаемся В любом случае Так Стопэ Я смотрю это в надежде Что я все-таки что-то найду Так, складское помещение Ни черта нет Кстати По поводу улик Можно спросить этого Замечательного господина По поводу Страховки То есть ему было выгодно Чтобы прототип исчез Загрузки долгие почему-то Это меня совсем не радует Было бы чему грузиться Страховка По поводу этого документа У вас есть инсуранс Для вашего прототипа О, благодаря Богу Где вы его найдете? Наре телеграфной станции Я должен был уничтожен Когда я пытался Создать сообщение Которое я не избежал Я извиняюсь за это Но регулируются Думаю, что Аксессия к телеграфу Программа Программа По моему слову Ты продолжаешь Слышать в этот Слышок Ну понятно Ценный саквояж I see That you kept Your grip sack With you Why don't you Leave it in the Luggage room I've had other Things to think about I lost my Prototype And this Idiot stationmaster Just stands here Doing nothing To help Oh, but Well, that won't Do at all Stationmaster I believe That the regulations State that Any passenger luggage Should be taken To the luggage room I'll do it Right away, sir Sorry, sir This Robinson Is quite a character We should learn more about him Короче, воспользовался правилами Railway post bags А вот он This grip sack Belongs to Mr. Robinson I think we should open it Holmes This is what they call Force majeure I'll keep watch Of course Давайте Вскроем это говно Так, а как и вам? Нет Это не в том Давайте Начнем У меня колесико мышки Поломанное Оказывается Только что Понял Ладно Это не важно О Наверное Как-то Вот так Будет Правильно Не, ну это не кто Абсолютно Вот 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 Что-то оно немножечко не совпадает. Да не то положено место. Крутится, кстати, не то, что я выбираю это. Как-то странно, нет? О, хорошо. Поломанное колесико мышки. Охереть. Смотри, Ватсон. Общая контракты. Очень поспешивая. Мы должны изучить их внимательно. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа. Изображение, предназначенное для выработки и передачи электроэнергии автоматическим способом. Компания Emerson Electric, покупатель. Понимает, что покупает прототип как есть. И согласно с этим, мистер Томас Элл Робинсон, продавец. Мистер Робинсон из-за села. Не несет ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки. Независимо от того, были ли они известны во время покупки. Покупатель обязуется внести залог в размере 10% от стоимости прототипа. В момент подписания контракта остальная сумма передается в течение одного месяца. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа. Изображение, предназначенное для выработки электроэнергии автоматическим способом. Мистер Робинсон из-за села. Время покупки. Это то же самое. О! Прототипа на продажу. То есть, подожди, он что, разным людям его продает? Передачи... Так... Чилийской компании... Баркасис покупатель... Понимает, что прототип как есть. Мистер Робинсон из-за села. Не несет проблем. Еще один эксклюзивный контракт. Мистер Робинсон из-за села. Это куча контрактов, которым он продает. Ну, это очень понятно, что этот мистер Робинсон получил предплаты от различных людей для его машины. Ну... Об этом же речь. Это какие-то махинации. Так нельзя делать. Нет. Прототип и специальный вагон. Робинсон жертва. Потеря прототипа катастрофа для мистера Робинсона. Даже если он все спланировал, он потерял больше, чем выиграл. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Так. Телеграмма. Не подходит. Но я пытался. Оп. Мотив. Потеря прототипа пронесет деньги Робинсону благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. Вот я склоняюсь все-таки к этому. Никаких следов поезда. Но это... Это мотив. Я определенно к этому склоняюсь, что это сука мотив для него. Так. Че там надо делать-то? Какие улики есть? О чем спросить точнее? Сообщение от начальника Честерфилд было множество ошибок. Трудно практически нечитаемо. Был поезд на станции или нет? Карта. Честерфилд. Погнали. Да, вот эта карета у вас, конечно. Так, ну давайте заглянем. Закрыто. Закрыто. Хорошо. Мусорная картина. Кто-то бухал от души. Объявление для рыболовов. Вот и я об этом. Азбука Морзе. Телеграф. Пьяный в хлам. Подозреваю. Огурчики, хлебчик, колбаска. Смотрю, кашка какая-то. Давайте пока он бухой в хлам осмотрим, че тут есть. Колбаска. А, вот смотрю, и венцо тут стоит. Давай пообщаемся. Забулдыга. Забулка. Да. Смотрю. Удяю. Удяю. Удяю немного дизи kok. И это объясняет как будто бы. Удяю. Удяю, аудяю. Удяю. Пожалуйста, сэр. Что? 18-го часа 72-го тренировался? Добрый день к тебе. Мы рассматриваем взаимодействие прошлой ночью тренировки, и мы хотим спросить тебе несколько вопросов. Женат. Фляжку прячет в кармашке. Леска. Рыбак. Ну, я так подозреваю. Пассажиры в поезде. Странное сообщение. Я хорошо, говорит, помню этот поезд. Но я не могу понять. Что? Он простудливый маленький тверк, что Бертрыб? Я помню все. Было поздно, и я устал. Но я делал свое дело. Так что, что? Нужно быть так пешком? Я хорошо, говорит, помню этот поезд. Ну ты ж пил, сука. Вот. 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 Он вообще ни черта не знает. Он вообще ни черта не знает. Что ж, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом и закончим сегодняшнюю зерию. Хотя нет, сейчас разберемся с уликой, тогда я вернусь. О, а то никакого покоя с этим мобильным телефоном вообще. Так. Приехал в Четтерфилд. 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 Поезд уехал, проехал станцию Четтерфилд, однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Не проехал Четтерфилд. Четтерфилд. Начальник станции был пьян, его показания нельзя верить, он мог отправить телеграмму даже не увидев поезд. Да, это вполне возможно. То есть, может быть, там на станции мы видели не поезд, а какую-то симуляцию его, что, мол, кто-то это подстроил. А он пьяный в дерьмину там. Но черт его знает, знаете. Пьяницы даже, вот. Есть такое понятие, знаете, когда человека приучают к чему-то, то есть, какие-то действия он выполняет машинально, то есть, и он может это делать в любом виде. Как вот, например, в одной книжке я встречал такое описание, что, мол, человека приучили, мать приучила с детства молиться перед сном, и в каком бы он ни был состоянии, он был жутким пьяницей, но он, тем не менее, перед сном вечером всегда молился. Ну, то есть, вот такие вот действия. И вполне возможно, что этот человек как раз таки и сообщил про поезд, поэтому я склоняюсь к этой версии. Давайте-ка проверим, что изменится. Ни хера не изменится, поэтому я сохраняю вот эту вот версию пока что. Собственно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс, до новых видео, всем пока.